Мне было очень обидно, что, блин, есть люди реально, которые наживаются на других. Так было всегда, так есть. Всем привет, с вами Богатейший Ди. Я наконец-то вернулся домой и могу посмотреть на крипторынок. Что же у нас здесь происходит? Рыночная капитализация всё же ушла под 300 миллиардов долларов и сейчас составляет 253. В принципе, тоже не маленькая такая цифра, но могло быть и получше. Зато биткоин занимает уже 45% рынка. Пока рынок продолжает падать, биткоин падает неохотнее всех. Хотя вчера у него свечечка-то ушла вниз. А знаете почему? Потому что у Бинанса снова какие-то проблемы. Бинанса закрыла доступ к аккаунтам и заморозила счета. Ей-богу, то MTGOG скрашил биткоин. Теперь Бинанс. Не устану повторять, что нам, участникам крипто-сообщества, нужно избавляться от этих центров-посредников. Впрочем, проблему быстро решили, но шуму наделать успели и курс отреагировал практически моментально. Кстати, интересную информацию нашел. Статья называется «Не будьте жадными». Вы сейчас рассматриваете свое портфолио, почесывая бороду и думая о том, как же много вы потеряли. И действительно, портфолио ваше просеяли, мое тоже. Но эти потери бледнеют от ужаса, увидев, как много было потеряно средств из-за зломов и скамов. Около 700 миллионов долларов в криптовалюте было похищено хакерами только лишь за этот год. Например, биржу Битгрейл взломали и украли 17 миллионов монет нано, что на тот момент стоило почти 200 миллионов долларов. Тогда это повлекло падение курса нано с 18 до 12 баксов. Или не менее известная история со взломом коин-чека. Тогда хакерам удалось украсть криптовалюты НЕМ на сумму в 600 миллионов долларов. Тогда пострадали 260 тысяч человек. Правда, биржа потом компенсировала пострадавшим их потери. Около 433 миллионов долларов она выплатила. Кстати, это был один из самых крупных взломов криптовалютных бирж. Давайте спустимся немного поближе к народу и найдем блогера Супер Евгеха. Какой-то странный никнейм он себе выбрал. Наверное, любит супергеройские комиксы. Не знаю. Если вы будете играть на бирже, продавать, покупать валюты, вы не будете спокойно спать. Вы будете думать только о том, вырастет моя валюта или нет. Вы не будете спокойно жить, вы будете постоянно. Я серьезно говорю, вы будете постоянно об этом думать. Даже просто, когда у вас будет криптовалюта, вы будете постоянно думать о том, блин, растет она или нет. Вот здесь я с тобой согласен, абсолютная правда. Но не об этом речь. Просто посмотрите в его глаза и скажите мне, Разве этот человек не в депрессии? Разве в его глазах не видно боли? И понятное дело, что у него болит душа, ведь этот парень отдал неизвестно кому эфира на полмиллиона рублей. Да-да, именно отдал. Не то чтобы кинули, меня обманули. У меня украли эти деньги. Будьте очень внимательны и осторожны, друзья. Есть много сайтов с камеров, похожих на оригинальные. Например, популярный эфир-кошелёк MyEtherWallet. У него есть клон, практически неотличимый. Лишь в адресной строке у некоторых буквочек есть умляуты. Вот этот блогер вёл данные от своего кошелька на таком вот сайте. И не успев даже моргнуть, потерял все свои эфиры. Сайты, на которых я вёл, я сам вёл все свои данные, по сути. Некоторые буквы были с закорючками. То есть есть реально такие буквы, у которых есть какие-то закорючки. И такие домены можно регистрировать. И вот последняя операция, это деньги, которые были отправлены самими уже, получается, владельцами этого фейкового сайта с кошельком. Ну, деньги им были отправлены. Я сам дал им свои данные. Кстати, это происходит и в Твиттере. Там развелось много фейковых аккаунтов, выкладывающие посты а-ля... Отправи одну десятую эфира на такой-то кошелёк и получи один эфир обратно. Конечно же, никаких эфиров вы не получите. Но люди и на это ведутся. К примеру, Илон Маск собирается дать вам 10 эфиров, если вы пришлёте ему только один. Правда, это не настоящий Илон. Они даже накручивают комментарии, типа... Получил свои эфиры? Спасибо большое! Из-за толпы таких скамеров в Инстаграме даже начали шутить, что хакеры дампят криптовалютный рынок. И в какой-то мере это правда, ведь все эти зломы, обманы и прочее, причина недоверия, страха и паники. Всё это так называемый FAT, который терроризирует криптовалютный рынок весь 2018 год. Давайте же посмотрим на рынок. Биток 6800. Эфир снова провалился ниже 400. Биткоин кэши вовсе по дешёвке теперь распродаётся. Помню время, когда он был более 4000 долларов. Лайткоин потихоньку движется к сотне баксов за монету, а Нео стоит 47. Я его по таким ценам в декабре видел. На Йоту вообще страшно смотреть. У меня, кстати, есть эта монета. Хотя, честно говоря, я не покупал её с целью заработать. Просто мне понравились идеи этого проекта. Но всё равно, как-то уж очень жёстко она обвалилась. Дашу за 300 баксов можно купить. Невероятно. Давайте посмотрим, кто сегодня рекордсмен по росту. И это верткоин. По сути, единственная растущая монета сегодня. Есть ещё iOS токен и антологи, но эти ребята не так сильно выросли. Что касается остального рынка, всё вляпалось в красную краску. И конца края этой банки с красной краской не видно. Давайте перейдём теперь к графику биткоина и попробуем оценить его движение. Хотя и мне пишут в комментариях, что графики в крипте не влияют ни на что. Я бы так категорически не говорил. Частенько по графикам на краткосрочных позициях я неплохо торговал. Тем более график показывает настроение толпы. К тому же нельзя использовать только лишь фундаментальный анализ. Я всегда дополняю его и технически. Что ж, по биткоину ничего не изменилось. Вообще, я ожидал вот здесь краткосрочное движение вверх. Как минимум до уровня и вот этого ценового канала. Это было технически оправдано, но вышла новость с глюками Бинанса. И поэтому мой прогноз не очень-то и продался. Курс сразу провалился. Вот тебе и дикая чувствительность рынка ко всяким новостям и слухам. Кстати, обратите внимание, как мы здесь накапливались перед тем, как уйти вниз. Тогда обрушились на 2800 долларов. И здесь ситуация очень похожая. Даже длительность накопления похожа. Нам очень важно пробить это накопление вверх. Тогда можно ожидать восстановления биткоина вот до этих уровней. Где-то в 8400-9100. Ну а ежели вниз, как минимум 6000 долларов снова протестируем. Ну что же, крипторынок и криптовалюта в целом, это дорога вперед. И мы уверенно идем по ней в надежде на лучшую жизнь. Но сейчас мы на развилке, быки или медведи. Опрос сейчас появится в правом верхнем углу. Голосуйте. Ну а это был проект Богатейший Ди. Меня зовут так же. Большое спасибо за просмотр. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok